Неизвестно, вы считаете, что она как-то неправильно проводится? Вот что именно? Вы подали заявление, что дальше? Ой, меня вызвал следователь, я к нему пришла. Он меня, наверное, раз десять, и так, и так. Ну, говорит, скажи, может быть, он не с пешеходного перехода, ну, может, с правого угла, а может, с левого. Я потом уже ему говорю, я говорю, вы понимаете, говорю, если он стоял вот прям вот возле него, вот они стояли прям напротив, я говорю, так, он по нему и пошел, по этому пешеходному переходу. Я говорю, там по-другому никак не пойдешь, он сначала на это, потом, он говорит, может быть, он выпивший был, я говорю, да вы что? Я говорю, он выпил, одну бутылку пива, ему надо было в банк, он с работы приходил, он в айсберге работал, он приходил вообще устал, ему не до этого было. И все, он говорит, ну, вот свидетели, я говорю, может, этот водитель был пьяный, они говорят, свидетели говорят, что нет. Я говорю, как могут свидетели видеть, что если они такую пыль подняли, я говорю, там даже ничего видно не было, я говорю, там такая темень была, я говорю, все в дыму было. Я говорю, они исчезли за секунду, их потом не стало, прям через две секунды они убежали, говорю, как? У меня номер телефона есть, он перед этим, как моего мужа сбить, он какого-то там парня подрезал, тоже молодой, он говорит, если нужно будет, я пойду и всю правду скажу, то, что он, этот мальчик, который, он наглый, говорит. Вам следователи говорили, там, какое-то время займет эта проверка, что вообще они сейчас говорят? Я говорю, когда? Я говорю, я, наверное, с этим чудовищем теперь только на суду увижусь, он говорит, нет, они вас раньше найдут, я говорю, меня искать не надо, я говорю, меня искать не надо, мы на суду увидимся. На суду пускай его решают, что с ним. Мне главное, он убил человека, он оставил меня без него, моего ребенка, без мужа, пусть он будет наказан за свое убийство. Может быть, они думают, что деньги все решают, или я не знаю, что они, как думают. Я когда в ГАИ была, мне говорят, у них адвокат такой хороший, дорогой адвокат, у меня, честно, нет денег на адвоката, я думаю, что вы мне поможете. Его надо наказать, его нужно, он убил моего мужа, он оставил ребенка, у него мама, у нее сердце, у нее и так сердце, теперь еще и сына похоронила, у нее сердце болеет, она не может, она живет на кровололе, на таблетках, я сама не могу, я не знаю, это все в голову не укладывается. Что вам говорят следователи, они собираются заводить уголовное дело? Ну, я в этом не понимаю, ну, как он говорит, следствие идет, следствие идет, говорит. Я говорю, а что вы, я говорю, свидетели, говорю, всех опросили. Он говорит, да, я всех уже опросила свидетелей. А потом я созвонилась с этим, там у нас в компании, вот в этой мы познакомились, там Гоша есть, из них один из них, я с ним созвонилась, он говорит, нет, их еще не опрашивали. Он мне наврал, что он их опросил, а он сам их не опрашивал, ничего, я не знаю, куда они блудят, мудят там, я не знаю, что они хотят доказать. Ну, я, прямо он, когда меня отпрашивал, этот следователь, я прям чувствую, что он меня прям топит и топит, он уже не знает, с какой ко мне стороны, и так, и так. Ну, вы же, может быть, вы пили, ну, чего вы туда пошли? Я говорю, да он не пил, говорю, он так-то не пил, говорю, мы один раз выбрались, говорю, мы в банк, надо было на следующий день, говорю, он не пил, он не пил.